В июне этого года в Нижнем Тагиле по благословению епископа Нижне-Тагильского Невьянского Феодосия в сквере за Домом культуры Юбилейный, где еще в начале 20 века стоял прекрасный выиск Никольский собор, началась новая стройка. И вот возведенная в короткие сроки часовня в честь святителя Николая Чудотворца была освящена епископом Феодосия. Дворец культуры Юбилейный был построен в Нижнем Тагиле в 1967 году, и он сразу стал одним из любимых мест для проведения культурно-массовых мероприятий. О том, что раньше здесь стояла одна из красивейших церквей на Урале, старались не вспоминать, а юное поколение горожан и вовсе об этом не знало. Выиска Никольская церковь или по-другому церковь святых угодников Николая Павла и Анатолия была заложена на выиском поле в Нижнем Тагиле в 1835 году. Храм строился на средства потомков Николая Никитича Демидова, Павла и Анатолия по проекту Московского храма Христа Спасителя и служил усыпальницей Демидовых. В советское время он был уничтожен, а на его месте вырос дворец культуры. Сегодня возродить храм уже невозможно, но в память о нем была воздвигнута часовня, и вот состоялось ее освящение. По завершении чина освящения владыка Феодосий поздравил всех с этим важным событием, а строителям часовни, главе города Владиславу Юрию Чупинаеву и директору предприятия «Тагилстрой» Игорю Николаевичу Васильеву, вручил медали Нижне-Тагильской епархии. Аксио! 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 Я благодарю всех за поддержку, наверное, потому что без так всеобщей поддержки, наверное, реализовать данный проект, наверное, было бы невозможно. Ну и ребятам еще раз низкий поклон. Все-таки в столь короткие сроки выполнили полностью все свои обещания. Построили, с моей точки зрения, великолепную часовнику. И все-таки у нас сегодня на месте, где стоял действительно один из самых красивых храмов, появилось хотя бы упоминание о нем. Владыка поблагодарил власти города и всех, кто потрудился в строительстве этой часовни, которая в очень короткий срок выросла на историческом месте. К сожалению, конечно, часовня мала по сравнению с тем храмом, который был раньше. Но я думаю, это лишь первый шаг для того, чтобы мы, взирая на храмы, на кресты, на часовни, старались украшать свою жизнь добрыми делами. Глава города отметил, что Никольская часовня хорошо вписалась в окружающее пространство и стала украшением, отремонтированной в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» общественной территории за дворцом культуры «Юбилейный». А кроме того, часовня-памятник напомнит горожанам о династии основателей металлургической отрасли на Урале. Мы действительно должны помнить то поколение, то есть благодаря кому появился наш город, поколению того, насколько окрепла промышленность Урала. В ближайшее время часовня будет открыта для всех желающих помолиться и здесь будут совершать самолебны.